Гэгэй, мальчишки, девчонки, также их родителей. Ну что, с вами Талар Булановое приключение. И мы начинаем. Что хотелось бы рассказать? Очередная насадочка, вот, как бы, с добавлением разных компонентов и ингредиентов. Такого вы еще не видели. Я вам покажу первый. Предыстория. Сидел это на озере, мужик ловил карасей. Ну, а я наблюдал, как он ловит, потому что у меня клёва не было. В итоге подошел к нему, говорю, мужик, что за яйца? Я говорю, почему у тебя клюет, у меня не клюет. Что делать, говорю? Он говорит, ты на что ловишь? Я говорю, там хлеб с картошкой, там червяк, опарыш. Он говорит, ну, молодец. Ну, есть один секрет. Я говорю, какой секрет? Ну-ка, ну-ка, расскажи. Он ведь не буду. Я говорю, рассказывай, денег дам. Шучу, шучу, такого не было, друзья, ладно. Вот, ведь хорошо, расскажу. Хлеб с картошкой тот же, как у меня. Только с добавлением морковки, ребята. Кто бы мог подумать, обычная морковка дала результат такой, что у него клюет, у меня не клюет. Рассказываю, как делается. Да, это обычная насадка, не буду, там уже интернет пестрит. Супер насадка на карася, супер ловистая там на то, на то, супер-супер. Обычная насадка на карася. Проверим. А вдруг соврал? А я вам сейчас наговорю здесь три короба, что это супер-пупер, но это только надо ловить, ребята. Нет, показываю, а потом пробуем. Вот, что для этого надо. Как всегда, черный хлеб. Мы его крошим, крошим, делаем с него крошки. Такие вот мелкие-мелкие, не голубей кормить, а рыбу ловить. Вот как-то так. Вот, мы его покрашили, покрашили, друзья. Дальше что нам надо? Берем вареную картошку, заметьте, не сырую, не жареную, не надо ее жарить. Обычная вареная картошка. Она у меня продалась укропчиком. Укроп тоже любит карасик. Почему, спросите вы, на такие, а не на червя обычно? Потому что у нас лето, друзья, а летом карась переходит на растительные наживки. Ему уже как бы червяк, уже это все надоело. Сейчас растет трава, и он в основном питается травой. Это такая рыба, друзья, что хлебом не корми, а дай травы пожевать. Поэтому, наверное, им морковка дала свое, что, может, цвет ему понравился, может, запах ишел еще. Ну, блин, результаты у него были потрясающие. Я был в шоке. Вот, как бы, утер нос многим рыбакам этот человек, которые сидели на водоеме и смотрели на него. Кто ловил на суперперловку, кто ловил на суперловистое выемя. Ребята, шляпа, все, нифига не клевало. А у этого он взял, что сделал. Хлеб с картошкой. Не знаю, кто ему подсказал, но сказал, что рецепт с Польшей. Достался ему от кого-то знакомого поляка. Вот. Тот у них в Польше на это частенько ловит с добавлением на мелкой терке морковку. И добавляем сюда морковку. Вот. Не знаю я ингредиентов, вернее, пропорций, сколько, чего и как. Ну, я думаю, много морковки не бывает. Главное, чтобы она, наверное, дала свой аромат, дала свой цвет. Что привлекло карася. Не знаю, может там как-то... Вот прикормка есть, да, вот сейчас у нас в основном все пользуются там красного цвета. Может из-за этого его красный цвет привлек. Ну, блин, ну, превосходно он отловился, скажу, ребята. Вот как-то так. Ладно, сейчас и мы такое забодяжим. Что нам стоит тесто сделать? Вот, смотрите, оно становится такое вот красноватое. Сейчас мы немножко еще помнем его. Надо мять до тех пор, пока не начнут кататься шарики. Если слишком клеится к рукам, добавляем хлеб. Хлеб у нас идет как связующее вещество. Оно дает вязкость и не дает насадке слететь с крючка. Вот. Так что, у нас осталось здесь немного морковочки. Мы ее всю вот делаем такую вот дырочку. Сюда высыпаем. Все, я думаю, хватит морковки. А может не хватит. Проба, ребята. Я не говорю, что это реально на вашем водоеме подействует. Никто, который придет червяком, наловит и скажет. Что-то мне там плел про какую-то морковку. Нет, ребята. Я рассказываю про случай, который произошел со мной недавно. Вот. Сейчас мы его испробуем. Кому интересно, скоро я выезжаю на водоем, на карася. Вот. Испробую. Будет брать, не будет. Если будет, хорошо. Если не будет, ну, не прокатило, значит. Вот. Есть у меня еще один рецептик. Но сейчас у меня не хватает ингредиентов на него. Я думаю, со временем я их раздобуду. Сниму, вам покажу. Ну, в принципе, все, друзья. Вот. Смотрите, сколько там. 2-3 минуты, тесто готово. Не буду я мусолить видео. Вот, некоторые там 15 минут делают болтушку с манки. Колбатят, мутят. Ну, это все для растягивания видео. Я таким не занимаюсь. Я занимаюсь быстро, четко и качественно. Вот, друзья. Вот такое вот с крупинками красного получилось у нас тесто. Или как это назвать? Мастырка можно назвать. Картофельная с морковкой. Вот на нее и буду ловить. Вот такие вот дела, друзья. Ладно. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем грозные комментарии. И все у нас будет хорошо. Кто на это ловил, оставьте свой комментарий. Интересно будет почитать. Все. Пока-пока. До новых встреч. Скоро увидимся. Кто не подписан, тот Филипп Киркоров. Пока-пока. Шутка, друзья.